Здравствуйте, дорогие мои! Друзья, вам всем благодарен, что вы с нетерпением ждете нашу программу. И уже так настоятельно меня просили, чтобы как можно быстрее она вышла. И вот мы между дождями нашли вот такое окно, чтобы спокойно обсуждать садово-огородние дела. У нас две темы. Первая по уход за цветами, а вторая уход за садом. Ну, начнем с цветов. Я точно не помню кто, но кто-то говорил, что красота спасет мир. Давайте создавать красоту вокруг себя, своими руками. Для достижения этой цели у меня тут моя волшебная шкатулочка, в которой находится все, что необходимо для питания цветов. Здесь у меня разбросаны, как бы, в дикой природе разные сорта роз. И поэтому мы будем использовать в первую очередь биопон роза. Биопон – многокомпонентное минеральное удобрение для всех сортов роз. Полностью удовлетворяет потребность растений в питательных веществах. Соответствующие пропорции фосфора и калия стимулируют образование цветочных бутонов и продлевают период цветения растений. Добавка магния гарантирует сочную зелень листьев и яркую окраску цветов. Для роз, как вы поняли, биопон роза – это один из самых простейших вариантов. Потому что есть два типа подкормки. Порошковая форма удобрений и есть жидкая форма удобрений. Это обе хелатные формы. Но, как показывает практика, жидкие формы удобрения, если мы опрыскиваем растения по листу, они лучше усваиваются, чем порошковые формы. А вот, например, порошковые формы, такие как Кемира Люкс, очень хорошо усваиваются, если мы будем подкармливать Кемирой Люкс под корень. Удобрение Кемира Люкс – комплексное удобрение, которое обеспечивает растения необходимыми элементами питания. Содержит большое количество растворимого фосфора, необходимого для здорового развития растения. Полностью растворимое удобрение с микроэлементами, такими как цинк, бор, медь, марганец, сера, молибден и магний, что отвечает запросам многих овощных, плодово-ягодных и требовательных декоративных культур, а также обеспечивает быстрый эффект от его применения. Так, и это мы усвоили, что есть два типа хилатных удобрений. Под корень, которые в частности Кемира Люкс, и есть такие формы удобрений, которые работают по листу. Это более жидкие формы удобрения, такие как серия Биапон. И еще есть такая интересная, тоже универсальная подкормочка, флоровит универсальный. Да, здесь даже и картинки нарисованы, которые показывают, что микро- и макроэлементов питательных хватает и на цветы, хватает и на овощи, ну и на деревья. Мы перешли из одной части сада в другую. Ну, в данном случае мы видим, вовсю цветет лаванда, пчелки летают. Не зря говорят, лаванда успокаивает. Вот я сюда перешел, и знаете, спать хочется даже, сразу успокоительно, очень хорошо. Вот, пожалуйста, театерапия. Поставил кресло, стульчик и дыши лавандой. Смотрите, что нам сейчас надо сделать. Вот здесь же яблоньки, мои любимые. Я не люблю высоких яблонь, вы уже не раз об этом слышали. И вот мы видим вот эти полукарлики, яблоньки маленькие, которые уже на второй год начинают плодоносить. А дальше они, конечно, больше трех метров, они не растут. Два с половиной до трех метров. Меня это устраивает, потому что я почти дотягиваюсь рукой. Что здесь за проблемы? Видите, вот уже грызет и листовертки, и гусеницы, и плодожорочки. Ну что это творится? Травмированные листочки заболевают. Что нам надо делать? Гусеницам сказать капут. Для того, чтобы гусеницу побить, кто не любит химию, есть действительно препарат против вредителей, на всех вредителей действует, и он называется капут. Препарат капут – вытяжка веществ из полезных грунтовых грибков. Предназначен для защиты растений от колорадского жука, тли, растительноядных клещей, трипс и других сосущих, грызущих, чешуйчатокрылых вредителей. Биопрепарат капут не вырабатывает иммунитета у вредителей. Безопасен для людей и животных. Не накапливается в плодах и грунте. Ну, с биопрепаратом капут все ясно, а я все-таки больше приверженец. Чтобы меньше обрабатывать, все равно до урожая очень далеко. Я так не играю в эту демократию, а жестко таким диктаторским способом, жестоким истребляю. В чем же жестокость данного метода состоит? Я использую вот препарат Армет. Армет – инсектицид для защиты капусты и плодовых деревьев от комплекса вредителей. Воздействует на такие вредоносные объекты, как крестоцветные бложки, тли, плодовый пильщик, яблоневая моль, плодожорка и другие. Опрыскивание производится в период вегетации. Период ожидания в днях со сбора урожая. Капуста не меньше 20 дней. Плодовые деревья не меньше 30 дней. Он бьет, как говорится, на повал вредителя, и сразу же уже изменяется состояние дерева, и они, плодожорки и все остальные вредители, на плоды не пойдут. Я в Атвармет добавляю препарат Люфокс. Только по той простой причине, что если вот мы ударим любым хорошим препаратом, а какой-то самец уцелел, и приходят новые самки, и он оплодотворит десяток, сколько хочешь самок там. И в результате у нас опять начнется нашествие вредителя, он будет более устойчив к нашим препаратам. Но если с любым препаратом, я уже в очередной раз говорю, мы добавляю, я добавляю Люфокс, то эффект настолько силен, потому что будущее поколение не оплодотворяется самцами. Самцы ничего не могут сделать, и практически мы остаемся без вредителей. То есть мы меньше потом в дальнейшем применяем инсектицидов и химических препаратов. Я думаю, это все поняли, да? Так, пойдем дальше. Вот мы с вами все вот эти деревья обрабатываем от вредителей, допустим. А вот это дерево уже обработано от вредителей более раньше. В частности, это груша ноябрьская, которая имеет уникальные вкусные груши, лёжки. И каждый год родит растения, начинают и дальше болеть. После вот этого сериала дождей, ночных температур, понижения, мы видим вот сейчас бурая ржавчина, чёрная ржавчина. Я не буду перечислять. То есть все эти росы грибные уничтожить может один из препаратов, который совокупляет в себе два качества. И строби, и скор. То есть кумир – уникальный препарат, который вот мы сейчас обработаем от вот этих заболеваний. И тогда, когда мы кумиром обработаем, у нас плоды будут чистые и здоровые. То есть они будут в дальнейшем, эти груши, после кумира лучше храниться. То есть не забывайте, за сезон надо сделать хотя бы две обработочки. Сейчас и через 2-3 недели контрольные. То есть чтобы препарат, например, кумир от болезни, который будет идти, лучше прилипал, мы добавляем прилипатель липосам. Препарат липосам имеет уникальные липкогенные и влагоудерживающие свойства. Используют его как носитель-приклеиватель с целью уменьшения непродуктивных расходов препаратов, повышения их эффективности и пролонгирования их действия. А также для удержания влаги на корневой системе и листьях растений. И для защиты растений в период вегетации от солнечных ожогов, засухи и предотвращения растрескивания плодов, плодово-ягодных деревьев. Было бы неплохо, постоянно в любые препараты добавляйте вот этот, тот же препарат, который уже хорошо знаете, полюбили. Это чисто экологически, природного происхождения препарат из плаценты, биоглобин. Вот, пожалуй, и все секреты, которые касались сада. Вот мы и подошли к теплолюбивой культуре. Огурцы, они, конечно, пострадали, как я говорил в начале, особенно на открытом грунте. Поэтому я еще раз призываю всех на открытом грунте срочно или пересевайте огурцы. Еще есть время пересеять огурцы. И где-то в конце августа, в начале сентября у вас будут огурцы. А чтобы ускорять их развитие, используйте, опять же, аминобор и аминокальций. Вот то, что вот здесь в данной тепличке я применял. Ну, в данной теплице я применял, вы же помните, с самого начала живильная сила, потому что вот здесь песок. Удобрение живильная сила – это чистая органика, которая переработана бактериями. Азотфиксирующие, фосфорсмобилизующие и компостирующие. То есть это целый биокомплекс, который работал три месяца, чтобы из этого навоза получился целебный живой продукт. Вот результат. Уже видите огурцы. Там они сзади, вот тот ряд. Почему тот ряд выше? Потому что я туда добавлял все время биоглобин. И как вы видите, там уже где-то 2,5 метра огурцы. А здесь они как бы поменьше. Ну, как вы видите, общая такая бедность азота в почве, песчаная почва, говорит о том, что нехватка азота сразу и по листу видна, и, как я вас учил, видно и по плодам. Ну, вот, например, характерная нехватка азота – это острые кончики. И такой-такой не очень насыщенный изумрудный цвет. Вот где азот поступил, там уже огурец более ровный и насыщенный цвет. Но еще одна тема выплывает, очень серьезная. Многие из вас говорят, вот, Виктор Иванович, нитраты, как что такое, как вот избежать их. Что такое нитрат? Это прежде всего форма азота. Вот это белок, все вот это белок. Но если эта форма азота, переизбытки, она вся не усваивается, кроме белка, там имеется форма азота нитратная, излишки азота, то мы получаем очень сильное раздражение пищеварительных органов. И, к сожалению, при систематических таких уроках потребления мы можем иметь серьезные заболевания, в том числе онкологические. Вот когда переизбыток азота, мы видим в огурцах вот такие оттолщения. Вот мы видим, здесь калия, видите, много. Огурец это что такое? Сердечная, ну, я бы так сказал, ягода. Потому что он богат калием, солями калия, кальция и фосфора. Соли калия для сердца просто неоценимы. Кальция это ногти и волосы. И плюс еще очень хорошо регулирует перистальтику пищеварения человека. Вот вы видите, здесь много калия, а здесь ноль калия. Почему? Потому что именно сужение, пока здесь калия нет, один азот. И поэтому, покупая такой продукт, мы их называем заячьи мордочки, это полностью есть риск получить нитратную продукцию. Или она может изумрудного, такого насыщенного черного цвета, но именно утолщение на передней части свидетельствует от переизбытки азота. А уменьшение, как мы видим, этой задней части, это нехватка калия. Так пусть уж лучше у нас не хватает азота, увеличивается количество калия, потому что мы боимся, так сказать, переборщить. А второе, тут просто несметное количество плодов. Попробуй выкорми всех этих детей, супермногодетные семьи на кустах. Многие думают, что если удобрений не вносишь, минеральных нитратов нет. Да ничего подобного. Если мы перебавим органику, переборщим, например, на богатой черноземной азотом почве, мы дадим точно так же органике, как и на песчаной почве, то вы знаете, это будет плохо. Нитраты могут быть, если мы навоза дадим больше нормы, и будет, допустим, очень густо посажено, обязательно будет плохой обмен азота, будут нитраты. Можно легко узнать, есть нитраты в продукте или нет. Вот огурец, который не содержит в себе нитратов, сильно ароматный. Чем кислее запах, тем больше вероятности нитратов. То есть огурцы с нитратами меньше пахнут. Еще одна беда. Он быстрее гниет продукт за нитраченный. И некоторые жаловались, а что, говорит Виктор Ананич, огурцы еси, вон и аж кисли. Да это же просто идет процесс, извините за выражение, пропадание продукта, окислительные процессы, которые, извините, в организме шкоду наносят. Так что будьте внимательны и осторожны. Управили с огурцами, подправили их. Тоже включили капельное орошение чуть-чуть, чтобы пошло снизу. Сверху опрыскали такими препаратами сейчас, как амино-железо, феррум. Чтобы лучше работал фотосинтетический аппарат у них. И здесь тоже, чтобы лучше работал фотосинтетический аппарат, мы используем такие препараты, как амино-бор или же вот фертигрейн фолиар. Фертигрейн фолиар тоже, как и бор, способствует завязыванию плодов. И еще способствует, если вот здесь вот на этом участке видно хорошо, сильному листу тургору. Но особое внимание обратите на опрыскывание помидор препаратом, гелем амино-бор. Потому что вот видите, листья крутятся. И вот вирусы так и пытаются помидоры у многих забрать. А все это потому, что вот эти колебания температур ждать нельзя. Что надо делать? Растения подкармливать. Для этого даем фортигрейн фолиар и амино-бор. И обязательно, я вам бы советовал, у кого вот, кто не подкармливает вот так капельным орошением, как я, то обязательно используйте кемиру люкс. Это экологически чистые природные минералы, которые легко усвояются растениями. И как мы видим, тут даже плоды есть, а вот сейчас даже способствуют ускорению растений. Вот я даже похвастаюсь. У нас же теплица, это полигон, где мы изучаем десятки сортов, как они растут, чтобы потом донести их до потребителя. Запах, конечно, непередаваемый. То есть это здоровый продукт. Но, к сожалению, вот непорядочные люди, зная, что кемира в дефиците, вот приходили ко мне вот не так давно, ну, пожилые люди, жаловались, что взяли кемиру, я не буду говорить, где, из этических соображений. А она оказалась, погорела вот вся рассада и растения. Я говорю, какого цвета был порошок? Мне говорят, порошок был белого цвета. Я открываю пачечку и говорю, смотрите, какого цвета порошок? Розововатый. Вот, говорю, какого цвета порошок? Ну, это, говорит, Виктор Ананимович, было не то. Но, говорит, пачечка была такая. Я говорю, сейчас такие ксерексы у жуликов стоят, и все. Будьте бдительны. Как говорится, создавайте свои народные дружины собственной безопасности. Передавайте друг другу информацию. Только так мы сможем, ну, побороть это зло, подделку и обман. Подкормки надо делать после поливов. И подкормочки лучше делать вот при такой погоде или на вечер. Так, с кемирой все ясно. А из жидких все-таки эффективны по листу. Биопон томат. Биопон для помидоров. Новейшее многокомпонентное растворимое удобрение с уникальной композицией макро- и микроэлементов, необходимых для правильного роста и плодоношения кустов помидоров. Подкормочки делаются, если там, не чаще, чем раз в две-три недельки. И вот, как я вот здесь показывал, кисти уже видны, уже и плоды у некоторых сортов. В данном случае я показывал помидор украинский. Это любимый. Мы просто взяли, ну, низкорослый помидор сюда поставили, посмотреть, какие результаты он дает. Ну, как, по сравнению, вот, гравитет помидор мы видим, потом мелодия. Конечно, он проигрывает. Мы еще потом следующие разы будем видеть, кто как созревает. То есть сделаем, как, ну, парад красавец. Посмотрим, как на подиум выйдем. Посмотрим, кто что нам показал в этом соревновании. Конкурс красоты. Определим победителя вместе с вами. А сейчас мы видим, что наш украинский помидор, хоть и некрасивый, хоть и репанный, но запашный и смачный. Все равно вкуснее вот этих будет более красивых и совершенных. И второе, заканчивая эту мысль, вкусные помидоры и огурцы только при правильном питании, при правильной минерализации. Вот в данном случае идеальный вариант, чтобы не мучиться, не подбирать там какие-то компоненты, это Кемира Люкс. Ну, подкормили мы его. Посмотрите, какой у нас урожай назревает. А теперь же надо защитить его. Первый препарат, который мы опрыскиваем всегда. Вот есть правило классическое. Первая обработка, вторая обработка, третья обработка. Вот обработку первым препаратом мы делаем, это препарат Дебют. Дебют – фунгицид профилактического действия против широкого спектра возбудителей грибковых болезней. Препарат подавляет активные стадии развития грибов, предупреждает спорообразование, обеспечивает защиту необработанных частей растений и нового прироста. Спектр действия – мелдью винограда, фитофтороз томатов и картофеля, парша яблони и другие болезни семечковых и косточковых культур. Ну что такое препарат Дебют? Это прежде всего медь. Как раньше бабушки и дедушки любили бордовская смесь. Так вот вам вариант бордовской смеси в одном пакете. Он годится на первой и начальной обработке. Это как будто бы нота будет до. Следующая нота у нас будет фитофторин. Фитофторин – одно из самых известных современных средств для эффективной борьбы с фитофторозом, альтернариозом, ложной мучнистой росой, аидиумом винограда. Системный фунгицид фитофторин оказывает локально-системное, а также лечебное и антиспарулирующее действие, благодаря которым останавливается процесс обмена веществ грибка. Широко используется в сельском хозяйстве для улучшения качества урожая томатов, картофеля, баклажанов или винограда. Ну это уже системный химический препарат. Если после дебюта режим ожидания 10 дней, то после фитофторина режим ожидания уже 12-14 дней, а то и больше. Ну вот еще интересный препарат, который уже вот сейчас при этих холодах мне очень удобен. Обратите внимание, на третью обработку можно использовать ридамил, но сотка, надо считать деньги, сотка ридамила стоит сколько? 12 гривен. А вот я вот использую инфинита, то можно и здесь вот этот флакончик, а вот флакончик, который побольше, он на 4 сотки рассчитан. А чем больше порция, тем сама цена сотки удешевляется. Вот здесь сотка будет стоить 8 гривен. То есть старайтесь брать больше флакон, если есть возможности, конечно, такие. И что же, куда же его можно использовать инфинита? А на огурцы его можно, а на помидоры его можно использовать, на картофель. Вот это пока такая у нас палитра. Что я делаю сейчас? У меня, как и у вас, сейчас большие проблемы. Холодные ночи были. Это дало правильно. Вот вы видите, какие заболевания у наших бедных бахчевых. Все тыквенные под ударом. Что нам делать, друзья мои? Защищать. Вот смотрите, что я взял для достижения защиты. Привикур Энерджи, к сожалению, не защищает так долго, как многие другие химические препараты. Но в всяком случае, Привикур Энерджи и вместе... Вот я еще кроме Энерджи взял лечебный биопрепарат, который производится из морской водоросли, фукус пузырчатый. Вот этот препарат называется аминобор. То есть аминокислоты растительного происхождения, и плюс бор, микроэлемент очень важный, который способствует именно... Как бы стресс подавляется. И очень хорошо в фазе бутонизации на плодообразование он влияет, на генеративные органы, особенно цветение и зависть. А для нас это очень важно, чтобы все-таки кавун завязался здесь. Это большие арбузы, они до 10-12 килограмм хорошее лето дают. А у нас второе лето арбузы болеют. И чтобы они не болели, обязательно, обязательно, вот так тщательно пробрызгиваю. Таким образом, если мы сделаем вот так вот с вами 2-3 опрыскивания привикуром, или же еще лучше, если после привикура вы сделаете инфинито препарат, потому что еще здесь долго до плодообразования, а потом еще раз привикуром, потому что, ну, если мы их не будем сейчас брызгать, спасать, то через неделю они вот эти арбузы почернеют и упадут, и эти листики все увянут. Ну, и вот, пожалуй, я буду очень рад, если вот наше с вами путешествие было полезным. И на этом хочу пожелать всем добра, ну, здоровья и хорошего настроения. Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!